Всем привет, с вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас 5 альтернатив Xiaomi Mi 9T или Redmi K20. Redmi K20 для Xiaomi Mi 9T получился сверхпопулярным телефоном, и за свои деньги он просто предоставляет всё, что необходимо. Такое чувство, друзья, что у этого телефона просто-напросто нет конкурентов. Но сегодня вы убедитесь в обратном, потому что конкурент у этого телефона и альтернативы у этого телефона есть. Я вам, друзья, готов эти альтернативы представить. Вначале мы распишем характеристики Redmi K20 и будем сравнивать непосредственно с другими телефонами. Начнём с процессора. 730 Snapdragon здесь установлен, видеоускоритель Adreno 618, далее тип памяти 6 ГБ типа LPDDR4X, в Antutu он убивает приблизительно 213 тысяч баллов. Следующий это экран, здесь 6,39 дюймов, это AMOLED матрица 403 ppi. Следующая это основная камера на 48 Мп, апертура f1.75, и это Sony AMX582. Батарея здесь на 4000 мАч, также мы сравним фишки. Здесь USB-C, NFC, миниджек и двойной лоток для двух нано-сим-карт. Размер 74,3 на 156,7, толщина 8,8. Ну и ценник в конце, конечно, обязательно будем сравнивать. Xiaomi Mi 9T стоит приблизительно 20 тысяч 300 рублей или же около 303 долларов. А первая альтернатива, друзья, покажется вам совсем, наверное, необычная, это Honor 9X. Да, это средний бюджет, это не флагман, но всё-таки показатель у этого телефона будет здоров, друзья, я готов ему представить. Основной процессор Kirin 810, это новый процессор от компании Huawei. Также видеоускоритель Mali-G52, 4 гигабайта оперативной памяти, неизвестно какого происхождения, компания Honor всегда это утаивает. В Antutu он выбивает приблизительно 263 тысячи баллов, представьте, это действительно очень хорошая комбинация видеоускорителя и основного процессора. Но мне кажется, что всё-таки видеоускоритель от Adreno более лучше будет кушать некоторые игры. Далее, друзья, экран 659 дюймов, IPS-матрица, Full HD+, разрешение 391 PPI. Здесь плюс-минус, друзья, но всё-таки я бы отдал предпочтение Amoled, потому что Amoled всё-таки в некоторых ситуациях справляется лучше. Хотя многие из вас не любят шим, я, друзья, пока что шима не видел на этом телефоне. Далее, следующая, это основная камера на 48 мегапикселей у Honor 9X, апертура f1.8. По батарее здесь, по сути, одинаково, 4000 мА в одном и в другом случае. По фишкам, Honor, молодцы, установили сюда USB TFC, NFC есть, хотя в китайской версии не сказали об этом. Но, на самом деле, в международной версии NFC будет присутствовать. Миниджек есть и двойной комбо символоток здесь тоже присутствует. По размерам, 77,2 на 163,1, 8,8 это толщина. То есть, обратите внимание, Honor 9X гораздо больше. Это более такой массивный, более масштабный телефон. Но по цене на Алиэкспрессе вы можете найти его за 15 тысяч рублей или же приблизительно 240 долларов плюс-минус, друзья. Поэтому здесь, мне кажется, это действительно очень хорошая альтернатива, потому что ценник у этого телефона за все те показатели, которые здесь есть, очень и очень даже достойный. Поэтому я включил его в альтернативы Xiaomi Mi 9T. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Все ссылочки, друзья, в описании под этим видео. Там скидки на все телефоны, на Redmi Note 7, на Mi 9T, различные купоны, все, что вам, друзья, нравится. Все есть на этом телеграм-канале. Обязательно проходите по ссылке и подписывайтесь. Далее, OnePlus 6. Многим из вас известный телефон. Действительно, очень хорошая китайская фирма, которая производит отличные флагманы. И здесь абсолютно все флагманское. 845 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 630, 6 гигабайт памяти типа LPDDR4X. Это оперативная память. И в Antutu он убивает приблизительно 300 тысяч баллов. То есть, в плане железа здесь, друзья, все отлично. И оно здесь абсолютно топовое. Даже на данный момент это железо очень-очень даже крутое. Далее экран. 6,28 дюймов у OnePlus. Это AMOLED матрица, 402 ppi, Full HD плюс разрешение. Плюс-минус это два одинаковых экрана. По основной камере. OnePlus 16 мегапикселей, Sony MX 519 и апертура f1.7. Mi 9T все-таки более премиальная камера. Апертура 1.75 на 48 мегапикселей. И она будет вытаскивать более четкие снимки. Далее по батарее. Здесь тоже выигрывает Xiaomi Mi 9T. Потому что у OnePlus всего лишь 3300 мАч. И это мало для 2019 года. Фишки. У OnePlus USB Type-C есть. NFC присутствует. Миниджек присутствует. И двойной комбо лоток тоже присутствует. Здесь по сути все идем вровень. По габаритам. 75,4 на 155,7. Толщина 7,8. То есть по сути этот телефончик чуть-чуть меньше, чем Mi 9T. Плюс-минус они одинаковые. По ценнику. OnePlus немножко дороже. На Алиэкспрессе вы сейчас можете взять его за 22 тысячи рублей. Или же 325 долларов. Если сравнивать два этих телефона, по мне самый большой минус OnePlus это батареи на 3300 мАч. Мне кажется это маловато для 2019 года. Но в целом компания делает очень годные мобильники. Потому что здесь будет абсолютно премиальный материал корпуса. Также хорошие камеры, хорошая фронталка. Но сейчас уже появился OnePlus 7. Я бы не включил в это сравнение. Потому что все-таки он стоит дороже. И наверное он находится немножко в другой категории. И сравнивать мы будем его с другими телефонами. Друзья, пока мы продолжаем, обязательно подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайк этому видео. Не забывайте делать репост этого видео. Пишите любой комментарий. Или что вы думаете по поводу этого сравнения. Всем хорошего настроения. А мы продолжаем. Следующий телефон. И это Vivo IQOO. Это действительно очень интересный телефон, который многие прошли стороной. Есть одна причина. Мы о ней поговорим немножечко попозже. Итак, давайте пробежимся по характеристикам. Здесь 845 Snapdragon. Великолепно. Видеоускоритель Adreno 630. 6 гигабайт памяти тип LPDDR4X. В Antutu приблизительно 300 тысяч баллов выбивает. То есть в плане железа, друзья, здесь все абсолютно топовое. Это реально классный телефончик. А экран плюс-минус одинаковый. 6,38 дюймов. Это AMOLED матрица. Full HD плюс разрешение. 404 ppi. Основная камера здесь на 12 мегапикселей. Это IMX 363. Апертура 1.8. И здесь, конечно, Xiaomi Mi 9T выигрывает. Но вот следующий момент, друзья, по батарее. В Vivo поставили сюда 4500 мАч. И они, по сути, позиционируют себя как игровой телефон. Да, батарея на 4500 мАч. AMOLED матрица и 845 Snapdragon, друзья, просто-напросто решает. Это действительно очень хорошая конкуренция. По фишкам. Здесь USB Type-C присутствует. NFC, миниджек и двойной SIM-лоток. По 2 на SIM-карты здесь тоже присутствуют. Габариты 75.2 на 159.5. В Vivo будет немножечко выше. Но плюс-минус это такие одинаковые телефоны. Но и по ценнику, друзья, сейчас ценник на Vivo упал. И можно взять его приблизительно за 260 долларов. Или около 16 тысяч рублей. Плюс-минус, друзья, как будет доллар скакать. Но согласитесь, за все эти характеристики, которые предоставляет Vivo, ценник у него просто, друзья, огонь. Но вводится за Vivo один косячок. Это прошивка на русском языке. Все-таки не так много сил они вкладывают для того, чтобы сделать хорошую международную версию именно для российского рынка. Или же русифицировать очень хорошо свой ColorOS. Если китайцы в этом отношении подтянутся и сделают великолепную, отличную оболочку, хорошую глобалочку. Такую же, допустим, как и на уровне хотя бы компании Meizu. Тогда, друзья, цены этому телефону просто-напросто не будет. Далее, Meizu 16XS. Новинка этого года. Основной чип это 675 Snapdragon. Видеоускоритель Adreno 612. Оперативная память 6 гигабайт. Типа LPDDR4X. В Antutu выбивает приблизительно 178 тысяч баллов. Здесь уже, можно сказать, они плюс-минус одинаковые. Хотя Xiaomi Mi 9T по железу выигрывают здесь абсолютно полностью. Но чип 675 Snapdragon очень-очень даже хорош. У Meizu экран 6,2 дюйма. Это AMOLED матрица. Full HD Plus разрешение 400 ppi. Meizu всегда в предфлагманы. И флагманы устанавливают AMOLED. Это было у них принято изначально. И великолепно. Очень хороший экран у них получается. Камера у Meizu на 48 мегапикселей. Samsung GH1. Апертура f1.7. И по батарее, наконец-то, Meizu. Meizu, друзья, сделали 4000 мАч. У них была эта большущая проблема. Они даже во флагманы вставили. Очень маленькие батареи. Но здесь, наконец-то, у них все пошло очень хорошо. 4000 мАч. Это великолепно. По фишкам. Здесь USB Type-C. NFC. Meizu сказали, побрейтесь. NFC-шки у нас не будет. Миниджек присутствует. И двойной лоток для двух nano-сим-карт здесь присутствует. По габаритам. Это очень небольшой телефон. 74,4х152 и толщина 8,3. То есть, действительно, очень маленький и компактный телефон. Цена приблизительно около 15 тысяч рублей или же 244 доллара. Хорошая, великолепная, отличная цена у компании Meizu. Может быть, кто-то придерется к материалам корпуса. Да, здесь пластик. Это более дешевый материал корпуса. Но плюс-минус, друзья, мы носим все в чехле. И не обращаем особо внимания на то, какой материал у нас под корпусом. Если у вас будет прозрачный силиконовый чехол, то блестеть он будет очень красиво. И никто не поймет, что у вас там на самом деле пластик. А по дизайну, друзья, мне нравится этот телефон. Очень красивый, очень сбалансированный. Meizu 16X является великолепной альтернативой Xiaomi Mi 9T. Ну и последний конкурент. Так уж получилось, друзья. Хотел подобрать именно не Xiaomi, но в нем месте стоит именно Xiaomi Mi 9 SE. По мне, это самый правильный конкурент Xiaomi Mi 9T или Redmi K20. Пробежимся по характеристикам. Здесь 712 Snapdragon Adreno 616, видеоускоритель. 6 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X. И в Antutu он выбивает приблизительно 177 тысяч баллов. Если вам нужно более топовое железо, то, конечно, Xiaomi Mi 9T здесь вам поможет. По экрану Mi 9 SE 597 дюймов. Это AMOLED матрица, Full HD+, разрешение 432 ppi. Плюс-минус это два одинаковых экрана. По камере здесь тоже 48-мегапиксельная камера. Sony IMX586, апертура 1.75. Две камеры эти тоже плюс-минус одинаковые. Вы можете посмотреть сравнение на моем канале. Здесь выйдет плашечка сверху. Там я сравниваю непосредственно два этих телефона. Две эти камеры действительно достойны. И вот самый большой минус Xiaomi Mi 9 SE. Это батарея 3070 мАч. Этого недостаточно для этого телефона. У Mi 9T 4000 и хватает на два дня с запасом. По фишкам. USB TFC есть. NFC присутствует. Двойной сим-лоток для двух нано-сим-карт тоже присутствует. По габаритам, друзья, обратите внимание, это прям вообще малыш-малыш. Здесь 70,5 на 147,5 и толщина 7,5. То есть это очень компактный, удобный телефон. Стоит он приблизительно 280 долларов или же плюс-минус около 18 тысяч рублей. Наверное, это один из самых правильных конкурентов на рынке. Если у вас в районе 20 тысяч или до 20 тысяч рублей, и вы хотите взять себе что-то интересное, то выбор, мне кажется, стоит между Mi 9 SE и Xiaomi Mi 9T. Если вам нужна больше автономность, то все-таки это Mi 9T. Если вам нужна компактность и удобность и суперкрутая эргономика 2019 года, это Mi 9 SE. Потому что на самом деле он получился очень удобным и очень компактным. Вот такие альтернативы получились с Xiaomi Mi 9T, друзья. Пишите в комментариях, что думаете вы по этому поводу. Какие бы вы альтернативы добавили этому телефону. Обязательно жду ваши комментарии. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.